Друзья, добрый день! Сегодня мы с вами анализируем состав успокаивающей маски от Jura Sixpa для нормальной и сухой чувствительной кожи. Маска очень-очень богата на активные компоненты, поэтому сейчас сразу мы выделим структуру, выделим технологические компоненты, чтобы на них не отвлекаться, и будем анализировать активы по композициям активов, направленным на решение определенных проблем кожи. Итак, из технологических компонентов у нас здесь мягкий органический консервант, эко-сертифицированный пищевой ароматизатор, и к технологическим компонентам здесь можно отнести молочную кислоту, несмотря на то, что она является хорошим увлажнителем, здесь она прежде всего корректор PH до оптимума. Поскольку это маска эмульсионная, то я сразу же выделю жировую фазу и эмульгатор, то есть структуру, и дальше мы уже с вами пойдем по активам. Итак, жировая фаза создана маслом рисовых отрубей, маслом шиль, льняным маслом, сквалан компонент жировой фазы, жировой актив, подсолнечным маслом и цитиловым спиртом. Это у нас жировая фаза, которая превращается в эмульсию благодаря ламилярному эмульгатору натуральному. Это эко-сертифицированный эмульгатор полиглицерил-3, чем хорош этот эмульгатор? И вообще зачем нам здесь идти через ламилярную эмульсию, а не через, например, классическую гелевую сыворотку? Дело в том, что чувствительная кожа, особенно сухая, это всегда кожа с нарушенным гидермальным барьером. Если мы говорим о сухой коже, то кожа еще и дефицитная по жировым компонентам вообще, и особенно по компонентам кожного севма, которые ответственны за формирование липидных защитных пластов в роговом слое, так называемых ламилярных телец, то есть в роговом слое липидные защитные слои – это не просто в беспорядке разбросанные молекулы церамидов, масла, еще чего-то. Это именно ламилярные структуры, которым очень-очень близки по своему строению ламилярные эмульсии. Действительно, для ламилярных эмульсий, особенно с высокой степенью ламилярности, показано, что они очень хорошо, во-первых, способствуют проникновению активных компонентов в гулы кожи, во-вторых, они действительно очень хорошо встраиваются в эти липидные защитные пласты, замещая с собой недостающие и способствуя формированию вот этих ламилярных телец, которые как раз и формируют защитные пласты, которые очень ответственны во многом за формирование эпидермального барьера. Поэтому ламилярная эмульсия здесь критически важна, которая особенно в сочетании с хорошей дозой сквалана. Почему? Потому что именно химический состав вот этих защитных липидных пластов – это в меньшей степени молекулы масел, то есть триглицериды, в большей степени разные производные холестерина, то есть фосфолипиды, сквален, церамиды. И вот чаще всего именно по таким производным наша кожа, и тем более сухая, является дефицитной. По сквалану, ну по сквалену, сквалан – это просто более стабильная форма сквалена, которая позволяет заложить в крем этот компонент, чтобы он не разрушился. У нас по сквалену очень часто дефицитно даже жирная кожа, а сухая практически в 100% случаев. Поэтому здесь вот эта вот связка сама по себе будет как раз очень хорошо, нормализовать эпидермальный барьер. Теперь увлажняющая фракция, она есть достаточно мощная. Понятно, что нормальная и сухая кожа очень чувствительны к обезвоживанию. Если жирная кожа в какой-то степени до какого-то момента может прощать обезвоживание, потому что есть достаточно кожного себума, который образует гидрофобную защитную пленочку на поверхности, эта пленочка уменьшает трансэпидермальную потерю влаги, и, соответственно, жирная кожа позже, чем нормальная и сухая, начинает реагировать на обезвоженность уже преждевременном образовании морщинок, гиперчувствительностью, вот такими вещами. Сухая кожа не прощает обезвоженности совершенно. К увлажняющим компонентам у нас относится пантенол. Не удивляйтесь, пантенол не только снижает воспаление, но и увлажняет. Сербитол, он не только пребиотик, но и увлажняет. Пантенол – это у нас многорапанный спирт, сербитол – это сахарный спирт. Не пугайте слово «спирт», потому что есть типы спиртов, которые смягчают и увлажняют, и абсолютно не сушат. Пиролидонкарбоновая кислота, натриевая соль – один из мажорных компонентов увлажняющего фактора. Алантаин не только уменьшает воспаление, но и тоже увлажняет. Глицерин – один из мажорных компонентов натурального увлажняющего фактора. Лактат натрия – превосходный увлажнитель, тоже мажорный компонент НМФ. Дефтоглюкон и лактат – очень-очень хороший увлажнитель. И комплекс аминокислот – это вообще must-have для увлажнения, потому что по аминокислотам наша кожа практически всегда оказывается, вот именно эпидермис и роговой слой дефицитный, потому что аминокислот очень легко вымывается при умомании. Выделю вот сюда, то есть мы с вами получили достаточно мощную увлажняющую фракцию. Почему? Потому что, как мы говорили, сухая чувствительная кожа не прощает обезвоженности, а как только она становится обезвоженной, то она по умолчанию сразу же становится гиперчувствительной. Зачастую нам достаточно убрать обезвоженность, и вот эта гиперчувствительность исчезает. Но поскольку речь идет об успокаивающей маске, естественно, здесь много мощных успокаивающих натуральных компонентов. Мы сейчас по ним пройдемся. Естественно, это пантенол, экстракт солодки. Напомню, экстракт солодки – фармацевтическое вообще сырье. Почему? Потому что, причем во всех фармакотвеях официальных есть и российской, и британской, и других европейских. Очень хорошо изучен основной действующий компонент солодки. Это глицериновая кислота. Более того, что она превосходно увлажняет, она еще обладает антикистаминным действием, то есть уменьшает проявление, например, крапивницы, кожное проявление аллергии. Солодка вообще, кстати, обладает кортизоноподобным действием, не в плане гормональной активности, а в плане того, что она работает на те же воспалительные проявления, на которые и хорошо работает кортизол. Является антагонистом от стилхолина и гистамина. Фарментированный экстракт экстремофилов. Вот у нас еще один. Ой, извиняюсь. Промахнулась. Противовоспалительный. Так, экстракт басфелия. Смотрела туда и смотрела на экстремофилы и завернула в садик басфелии. Смотрите, басфелия – это у нас еще один чистый противовоспалительный компонент. Так же, как и солодка. Кстати, сейчас уже басфелия в ракопеи некоторые входят, очень хорошо изучена. Почему? Потому что басфелевая кислота содержит так называемые басфелевые кислоты. Причем мы используем фармацетический экстракт басфелии, который стандартизован по басфелевым кислотам, содержит их очень много, 60% басфелевых кислот. Они умеют блокировать синтез провоспалительных лиготриенов. То есть у них механизм действия такой же, как у нестероидных противовоспалительных. То есть если солодка по механизмам действия ближе к стероидным противовоспалительным, к кортизолу, то у нас басфелия ближе к нестероидным противовоспалительным. То есть у нас в результате солодка и басфелия закрывают с собой очень широкий спектр противовоспалительных механизмов, при этом действуют очень-очень мягко. Естественно, послабее, чем вот эти синтетические фармпрепараты, но при этом без их побочек. Ферментированный экстракт экстремофилов, он с одной стороны не обладает прямым противовоспалительным действием, с другой стороны он является очень хорошим адаптогеном. То есть он содержит те ферменты, которые повышают стрессоустойчивость клеток кожи, и позволяют им противостоять прежде всего тем воздействием внешней среды, которые повышают чувствительность. Вот, Таим еще пропустила еще один противовоспалительный компонент. У него средние противовоспалительные свойства, он послабее пантенола, послабее той же басфелия, но это все идет в такую единую композицию, которая работает на синергизме. И альфа-бисоболол. Альфа-бисоболол это у нас натуральный противовоспалительный компонент из ромашки. У него тоже давно известно действие, альфа-бисоболол тоже в официальных фармакопеях всех уже входит, потому что и используется как фармсырье очень-очень активно. Причем, кстати, именно натуральный альфа-бисоболол используется как фармсырье, то есть его научились относительно, он все равно дорогое сырье, но не запредельно дорогое, поэтому это позволяет не переходить на синтез, а использовать именно натуральный альфа-бисоболол. То есть мы получаем такой очень мощный, хорошо сбалансированный натуральный противовоспалительный комплекс, который работает сразу же по большому количеству механизмов, то есть как бы с разных сторон на одну и ту же цель работает, с разными путями поднимается к одной и той же вершине горы. Неоцинамид, его здесь относительно немного, почему? Потому что чувствительная кожа, гиперчувствительная на классические, например, анти-яич концентрации неоцинамид уже может отреагировать воспалением. Но неоцинамид крайне желателен, особенно для истинно сухой кожи, для кожи с начинающимися, например, возрастными признаками. Почему? Потому что, с одной стороны, он сам по себе в небольших дозировках небольшим противовоспалительным действием обладает, оно незначительное, поэтому я его не выделяю как отдельный противовоспалительный компонент. Но неоцинамид очень хорошо улучшает микроциркуляцию, причем мягко, без заметного какого-то кожного раздражающего эффекта. А микроциркуляция, опять же, для сухой кожи очень-очень критична. Почему? Потому что сухая кожа в целом гораздо хуже защищена, чем жирная от любых стрессовых воздействий окружающей среды. И, соответственно, чем лучше будет микроциркуляция, чем лучше кровообращение, тем лучше будут адаптационные способности клеток кожи. То есть неоцинамид и у молодой кожи будет повышать стрессоустойчивость клеток, и тем более у зрелой кожи, потому что зачастую у зрелой кожи банально просто энергетические лимиты стоят на, например, ограничивают тот же синтез внутриклеточных антиоксидантов. В результате мы с вами получаем очень-очень эффективную, мягкодействующую, не сиюминутную, а именно оказывающую пролонгированное действие, успокаивающую маску, которую можно использовать, опять же, в двух вариантах. Первый – использовать как классическую маску, использовать как ночную маску, нанося ее более тонким слоем и оставляя. На ночь утром можно смыть остатки, но остатков, скорее всего, не будет. Вот мы пробовали использовать по такой схеме, она как крем впитывается и очень хорошо работает. И плюс вот эту маску, несмотря на то, что она написана, как бы описывается, как для нормальной сухой и чувствительной кожи, она не перегружена жировыми компонентами, поэтому, например, для не очень жирной, а вот для комбинированной кожи, эту маску тоже спокойно можно использовать, потому что здесь нет компонентов, которые провоцируют комедокинез. Сейчас цитиорилового спирта очень мало, цитиорилового нет, потому что у нас в основном производная стиориловая кислота как раз провоцирует комедокинез. По представляющим большинстве случаев она не будет провоцировать образование комедокинеза, соответственно, для комбинированной кожи чувствительной слишком тоже подойдет. И еще очень хороший вариант применения этой маски – это после каких-то раздражающих косметологических процедур, например, после циклопидингов, как восстановление кожи, если вы используете, например, зрелой кожи, вы используете ретиноид, содержащий средства с действующей, с достаточно высокой концентрацией ретиноидов. Естественно, многие сталкивались, кожа реагирует всегда повышением чувствительности, сухостью. Это вот та ситуация, когда даже при комбинированной жирной коже вот эта маска очень хорошо подойдет, потому что нужно успокаивать кожу, восстанавливать эпидермальный барьер и уменьшать гиперчувствительность. На сегодня пока все. Всем отличного дня!